Они купили для угощения гостей, там у них шампанское стояло, вино, то есть это все нормальное, в легальном обороте, купили в магазине, а на водке решились экономить. 16 бутылок казахстанской водки сейчас хранятся здесь, на складе госалкогольной инспекции. Можно ее пить или нет, специалисты сказать не могут. Однако то, что ее закупочная цена чуть более 100 рублей, ну и, пожалуй, самое главное, отсутствует какая-либо документация, заставляет задуматься. Банкет в кафе «Фиалка» мог быть испорчен напрочь массовым алкогольным отравлением. Благо, в заведение в рамках рядовой проверки заглянули специалисты госалкогольной инспекции. Была выставлена алкогольная продукция казахстанского производства, без аксессных марок, естественно, не были проведены соответствия качества, нет никаких заключений. И, ну, по данному, конечно, факту, сегодняшний день проводится административное расследование. Сама лицензия на продажу алкоголя в подобных заведениях стоит 65 тысяч рублей. Предприятиям общепита, зарабатывающим на банкетах, она невыгодна. Поэтому и разрешается гостям самим приносить выпивку. И если же говорить в целом, то сейчас в Нижнекамске порядка 10% заведений общепита работают по принципу кухня с нас, алкоголь с вас. В госалкогольной инспекции еще раз напоминает нижнекамцам, при приобретении алкогольной продукции в магазинах или торговых сетях нужно брать с собой чек, дабы избежать каких-то недоразумений, ну и, конечно, серьезных отравлений. Почему в Фиалке в тот вечер не потребовали чека, непонятно. Ведь в случае что, была бы запятнана репутация заведения. В кафе отказались комментировать этот случай. Это же в аренду предоставлено, а то, что они приносят, конечно, это их неделю. Ну вот о вас, как руководителя, может быть, это же получается ответственность на вас, да, это же в вашем заведении происходит, в аренду, не в аренду, кухня-то ваше в любом случае. Вот, может, таких пару слов надо сказать людям, чтобы они ели, то некомпетентно, извините. Госалкогольная инспекция будет и впредь проводить подобные проверки. А вот проверить качество выпивки может каждый пользователь сети интернет на портале Госуслуг в разделе Госалкогольной инспекции. Алсу Юматова, Ренат Харасов, Новости НТР.